Стейблкоины стали одним из важнейших инструментов в криптоэкономике с капитализацией более 114 миллиардов долларов. Обычно они используются для любой торговой активности на биржах и ончейн. Неудивительно, что криптосообщество буквально подсело на них. С помощью стейблкоинов люди пережидают бури на рынке. Также, например, они помогают обеспечивать кредиты в активах DeFi. Стейблкоины – это как тихая гавань на этом диком рынке, который часто очень сильно штормит. Но прямо сейчас в экономике стейблкоинов дремлет потенциальная угроза для всего рынка, которую мало кто замечает. И совсем недавно заявления Джерома Паула коснулись не только состояния экономики, цифрового доллара и биткоина, но и стейблкоинов. В частности, он заявил о том, что выпуск цифрового доллара сделает биткоин ненужным, а стейблкоины должны регулироваться как банковские депозиты. Судьба наших любимых стейблкоинов может оказаться в руках Джерома Паула, который возглавляет на данный момент Федеральную резервную систему. На их будущее система может повлиять очень значительно. Не нужно быть гением, чтобы заметить вот этот тренд. С 2020 года стейблкоины переживают параболический рост. В последнее время особенно заметен USDC коин от Coinbase и Circle. Некоторые называют именно его главным конкурентом тезера в ближайшем будущем. Мы видим, что начиная весной 2020-го роль стейблкоинов в мире криптовалют становится неоспоримо важной. Что интересно, когда выпускается монета того или иного стейблкоина, обычно она убирается из циркуляции. И вот почему при стабильном курсе их капитализация только растет. Также у стейблкоинов есть один очень интересный механизм, который делает их похожими на банки. Когда люди торгуют против стейблкоинов, они меняют свои криптоактивы на стейблкоины и наоборот. Чтобы выпустить пачку монет стейблкоинов, тезеру, например, необходимо конкретное количество денег для их обеспечения. И вот здесь ключевой момент. Эти деньги остаются в руках того, кто эти стейблкоины выпускает. Проще говоря, у тебя есть один реальный доллар, а ты делаешь его стейблкоин-версию, но при этом реальный доллар у тебя все равно остается. Затем ты отправляешь новоиспеченный криптостейблдоллар на биржу и покупаешь там эфир или биткоин, или может быть другой вид залога. Теперь у тебя все еще остается реальный доллар в банке и криптозалог, который другие люди меняют на твои же стейблкоины на бирже. Фактически ты создаешь какой-то псевдобанк, в котором контролируешь абсолютно все активы. Теперь снова посмотри на этот график. Мы видим, что с каждым годом стейблкоины пользуются все большим спросом, и этот спрос продолжает расти. Вот почему сюда идет Binance, Coinbase, Circle и даже центральные банки тоже метят в свои собственные стейблкоины. Вывод. Стейблкоины – экстремально прибыльный бизнес. Ты можешь управлять деньгами, которые лежат на счету в то время, как их стейблкопии на бирже обмениваются на настоящую, с трудом кем-то заработанную криптовалюту. Теперь, когда мы с этим разобрались, давай перейдем к комментариям Джерома Паула, который выступил с ними 14 июля 2021 года. Это выступление может дать нам понимание того, что может произойти с крипторынком в будущем. Но ведь у вас есть сомнения насчет стейблкоинов? Есть какие-то риски? Стейблкоины очень похожи на рыночные денежные фонды, или банковские депозиты, или даже на своего рода банки. С какой стороны посмотреть? Но все это происходит без регулирования. У нас есть традиция в этой стране, когда публичные деньги держатся в том, что должно быть очень надежным активом. Например, для банковских депозитов у нас существует мощная регулятивная сеть. Также и для денежных фондов. Для стейблкоинов у нас ничего нет. И если они станут важной частью платежей, а мы не думаем, что криптоактивы будут частью этого, но стейблкоины вполне могут, тогда нам нужна подходящая регулятивная сеть для стейблкоинов, которой у нас пока что нет. Как мы понимаем, Федеральная резервная система тоже видит взрывной рост популярности стейблкоинов, в том числе и для платежей, и уже готова действовать в этом направлении. Глава ФРС считает стейблкоины полностью нерегулируемыми на данный момент. Но если быть предельно честными, то стейблкоин от Секол может считаться уже хотя бы не полностью регулируемым, так как компания подтвердила бухгалтерские учеты и свои активы. Также и пользователи, которые пользуются ее услугами, должны проходить процедуру «знай своего клиента», например, на бирже. Но самое важное все равно отметить нужно. На рынок стейблкоинов идет регулирование со стороны ФРС. Также на это намекает и вот эта новость от 16 июля 2021. Джанет Йеллен сообщила, что финансовые агентства США встретятся, чтобы обсудить будущее влияние стейблкоинов на мир платежей. Это тоже индикатор того, что грядет регулирование. Будет ли это регулирование обычным для криптовалют на долгосрочной дистанции? Я верю, что будет. Если в мир стейблкоинов придет значительное регулирование, люди будут знать, что смогут оперировать ими в вполне регулируемом поле. Всегда при свете дня, не в сумерках, где может произойти что угодно. Это принесет множество денег со стороны. Эти миллиарды и триллионы, которые ждут законной и регулируемой возможности участвовать через стейблкоины в тех же DeFi. Таким крупным деньгам просто необходимо знать, что активы, в которые они собираются заходить, регулируются. Скорее всего, крупнейшие стейблкоины после регулятивного шока выживут. Даже тезер, у которого куча проблем. Вместо их закрытия мы увидим их полное подчинение новым регулятивным правилам. Потому что если ты закроешь что-то, что весит 115 миллиардов долларов уже, это может стать системным риском для всей криптовалютной индустрии. Кстати, мы уже видели похожие заголовки о том, что сама криптовалюта может стать системным риском для других рынков. А значит, криптовалюта становится частью этих мейнстримных рынков все больше и больше, сплетаясь с ними с помощью основных инвесторов, управляющих активами, фондами и даже банками. И очень хорошо, что это так. Индустрия становится слишком жирной, чтобы умереть. Если это так, то регулирование стейблкоинов для криптовалют на длинной дистанции окажется очень позитивным моментом. Однако, чем больше ты копаешь в эту тему, тем больше понимаешь, что к этому нужно относиться серьезно. Ведь стейблкоины выглядят большой угрозой для центральных банков, а особенно для цифровых валют центральных банков, которые ЦБ будут полностью контролировать, в то время как стейблкоины от других фирм контролируются совершенно другими фигурами. Поэтому я верю, что регулирование стейблкоинов станет поворотным моментом для криптовалюты, особенно в свете выхода ЦВЦБ. Это регулирование в долгосроке может оказаться очень хорошим моментом для всей индустрии, но на краткосроке может спровоцировать смуту на рынке. Из некоторых источников я слышал информацию о том, что потенциальное новое регулирование придет в форме процедуры «Знай своего клиента», которая будет нацелена по большей части именно на стейблкоины. В этом есть смысл, так как стейблкоины в их сегодняшней форме очень похожи на банковские счета, которые в традиционном мире очень регулированы. Я думаю, что это очень важная тема сейчас, которую никто не поднимает пока что. Скорее всего, когда о ней начнут говорить все, например, после выхода связанных с этим новостей, большинство людей будут сильно преувеличивать эту драму и раздувать вокруг нее огромный хайп. И если это приведет к сильному обвалу цены, я буду называть это большой возможностью, так как обычно такие панические штормы на длинной дистанции становятся точками, в которые все хотят вернуться и купить. Но уже будет слишком поздно. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй, делись видео с друзьями. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok